Северян позвали в Крым оздоравливаться. В Югру с рабочим визитом прибыла делегация с полуострова, чтобы рассказать о туристических и, главное, оздоровительных возможностях Черноморского края. Делегацию возглавила замминистра курортов и туризма региона, что уже говорит о серьезности намерений привлечь как можно больше югорчан. Кстати, между Югрой и Крымом существует соглашение о сотрудничестве. О том, как два региона его реализуют, расскажет Павел Желтов. Замминистра республики Крым прибыла в Югру приглашать северян на отдых. Но увидев югорские красоты, вдруг сама захотела стать туристом. Людмила Баби уверяет, Югра пропитана экзотикой. А уж встретить Новый год в новогодней столице России почти предел мечтаний. У вас второй день. Мы сегодня посетили красивейшие места. Мы поздравляем вас с тем, что вы стали официальной столицей России Деда Мороза. Вы знаете, я даже со своим ребенком, который сейчас в третьем классе, я посмотрела на программу. Если сейчас не будет какой-то проблемы с билетами, то мы с удовольствием прилетим лично. Впрочем, встреча с югорскими чиновниками, общественниками и туроператорами прошла в запланированном русле. Гости провели презентацию своего края и пригласили северян отдыхать. И что важнее, оздоравливаться. Ведь из почти 800 курортных учреждений Крыма, пятая часть – это санатории. Наш уникальный климат южнобережный. Это 45-я широта. Это субтропический, субсредиземорский климат. Это климат более сухой, чем в Сочи, поэтому показан для лечения верхних дыхательных, среднесудистая и нервная система. И даже просто находиться 21 день на южном берегу Крыма – это естественный ингаляторий. Данная площадка будет являться неким… Ну, такой площадкой по обмену опытом. То есть коллеги из Крыма будут рассказывать о своих возможностях, а наши коллеги из автономного округа будут рассказывать о наших возможностях. В качестве здравницы югорчане знают Крым давно. Особенно охотно отправляют детей на летний отдых в Солнечный край. Количество юных югорчан, посетивших крымские санатории и детские лагеря, растет с каждым годом. Если три года назад на оздоровление и отдых из Югры в Новый Российский регион было направлено чуть больше тысячи детей, то в этом году понежиться на Черноморском песочке довелось уже почти пяти тысячам. У нас в прошлом году отдохнуло на территории Российской Федерации, в том числе Республики Крым, более 13 тысяч детишек. На следующий год у нас идет немножко увеличение. Конкретно по Республике Крым у меня специалисты сейчас уехали на осмотр новых лагерей, которые будут на следующий год у нас по торгам проходить. Ну и для молодежи, которая уже вышла из детского возраста, но и имеет пока взрослых доходов, тоже есть специальные предложения. От проживания в хостелах за символическую плату до участия в студенческих отрядах. Павел Желтов, Дмитрий Макаров, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.